Помощник полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин свой рабочий день провел в Чебоксарах. Он побывал в учреждениях, где уже накоплен определенный опыт в области инклюзивного образования. Классы, конечно, отдельные, а вот все остальное, как у всех. Ребята находятся в обычной среде, рядом со сверстниками. В республике работает социальная программа. Она включает в себя целый спектр медицинских и социальных услуг для таких детей. Это и выявление аутизма на ранней стадии, и подготовка педагогов, и сопровождение в детском саду, и спортивное развитие. Сегодня подобная программа существует лишь в трех регионах нашей страны. Когда мы говорим о проекте по работе с детьми, которые болеют аутизмом, очень сложно говорить о достижениях. И, наверное, главное, на чем я хочу сакцентировать, что мы только на начале очень долгого пути. Но при этом мы на несколько шагов опережаем регионы с точки зрения серьезной, настоящей, честной работы с ребятами, которые страдают данным видом заболеваний. Адаптация их в обществе – длинный и сложный путь. Он занимает не один год, но его можно успешно пройти, когда есть желание, возможности и помощь государству. Владимир Колчин побывал в Чебоксарской гимназии номер 5 и детском саду номер 7 «Созвездие». Здесь созданы максимально комфортные условия для развития особенных детей. Трудятся профессиональные педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, работают в кружке и секции. Первый шаг – это понять, что нужно сделать педагогическому коллективу, чтобы на будущий год открытый ресурсный класс смог действительно реализовать полностью свою программу вместе с детьми. Второй шаг – это улучшить качество сотрудничества с родителями. Третий шаг – это когда мы понимаем, что у каждого ребенка есть особенности, и эти особенности должны реализовываться и в программе дополнительного развития. На встрече присутствовали и родители. Сыну Татьяны Пичугиной 17 лет. Диагноз «РАЗ» поставили в 4 года. Сначала занимались дома, позже в специализированных учреждениях. Гимназия номер 5 учится второй год. По мнению матери, результат налицо. У них здесь связь между тьютором очень хорошо налажена, они общаются очень хорошо. Без меня все происходит. На сегодняшнем собрании для меня самым главным стало то, что подняли вопрос об итоговых экзаменах по окончании 9 класса для моего сына. Проблематику услышали. Мои пожелания, мои беспокойства услышали. И я думаю, что вопрос решится в лучшую сторону для моего сына. В республике зарегистрировано 307 человек с диагнозом «РАЗ», в том числе 290 детей. Статистика показывает, что количество таких детей ежегодно увеличивается. Поэтому принято решение со следующего учебного года создать в каждом районе столицы так называемые ресурсные классы, где будут учиться дети с особыми образовательными потребностями. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика.